Первый час ночи в зал входит спецназ. По информации наркополицейских, в этом ночном клубе продают наркотики. Как косвенное подтверждение догадки, в туалете использованы шприцы. Чтобы установить причастных, решили проверить персонал клуба и посетителей. Последние не сразу поверили в происходящее. А я думаю, это вообще стриптиз-шоу, как начнется, это все такое, развод. Просто есть такое ВКонтакте, там есть такое видео у меня даже ВКонтакте. Праздновали 18-летие. Вы думали, что это шутка? Да, там заплатили просто милиции, и они как бы охватили то, что у близняшек было 18-летие, чтобы они запомнили его надолго. Однако в этот раз наркодилерам удалось скрыться. Как рассказали оперативники, не исключено, что это кто-то из работников клуба. Всего из заведения на экспертизу отправились 22 человека. У троих в крови обнаружили наркотики. А вот в следующем клубе покупателей и продавца поймали буквально за руку. Общий вес синтетического наркотика, который был изъят, почти полтора грамма. На момент задержания молодой человек не находился в состоянии наркотического опьянения. На опросе он пояснил, что только что приобрел данный вид наркотика и указал на лицо, которое ему сбылло, наркотическое средство. Поэтому в клубе были задержаны два человека. В отношении обоих возбуждены уголовные дела за хранение и сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Сейчас идет следствие. Устанавливаются все участники наркоцепочки. А руководство обоих клубов рискует лишиться лицензии. 160 преступлений за сутки. 90 раскрыто по горячим следам. Как всегда, не обошлось и без фактов незаконного оборота наркотиков. 16 подобных случаев. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области совместно с областным УФСБ России в селе Обшаровка задержана нигде не работающая женщина 1969 года рождения. В ее квартире обнаружено и изъято более 84 граммов героина. По факту незаконного оборота наркотиков в особо крупном размере уже возбудили уголовное дело. Идет следствие. 8 пожаров за сутки и все из них в жилом секторе. Самое крупное ЧП в Чапаевске. Вызов поступил в 4 часа 45 минут. Произошло горение домашних вещей в квартире жилого дома на общей площади 15 квадратных метров. При проведении работы по ликвидации пожара было обнаружено тело погибшего мужчины 1956 года рождения. Травмирована женщина, личность которой устанавливается. К месту пожара прибыли 12 человек личного состава, 3 единицы основной и специальной пожарной техники. Чтобы справиться с огнем, сотрудникам МЧС понадобилось не более 27 минут. Сейчас причины гибели человека, возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются. Субтитры создавал DimaTorzok